Девушки отдыхают Как ты можешь петь, когда твоему другу плохо, слушай, когда твоему другу плохо, а ты поешь песню, а может быть он любит ее и она его, а может быть и нет, йог, по-моему, он есть. Ты прав, прав, прав. Марсель, я вчера в интернете прочитал, один несчастный парень от любви семнадцатого тазаси гонут. Надо что-то делать. Да, надо что-то делать. Когда наш Костя начнет умирать от любви, умирать, 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 он умирает, умирает. О, Наташка, так не... Мир, дружба, жвачка, крутая дачка. Метро почти что бесплатно. Скидка студентам больше процента, больше, чем у президента. Москва обнимет и примет и приголубит. Кинет, обманет, обубит. И где-то папой, мамой, мамой, руки прячем в карманы. Мистер. Мистер. Невизиновая, понаехали тут, понаехали тут, тут-тут, понаехали тут, понаехали тут. Не надо, не надо загонять проблему вглубь. Да у меня всё в порядке, правда, честное слово. В порядке? Да на вас же лица нет, вот, смотрите. Ой, да вроде всё нормально, лицо как лицо. Да это не лицо, а настоящий сгусток проблем. А теперь, на счёт три, я скажу, раз, два, три, и вы этому сгустку проблем покажете большой такой язык, хорошо? Итак. Себе что ли? Ну, не хотите себе, покажите мне. Представьте, что это из-за меня, ваша девушка вас не любит. Итак, представили? Ну, раз, два, три. Извините, я не хотел. Да вы что, издеваетесь что ли? Ну вы что, не можете нормальную рожу что ли состроить? Нет, я могу. Сидит весь зажат, я вам сейчас покажу, как надо рожи строить. Хотите? Да, да, покажите. Не знает он. Давайте. Сейчас я вам покажу. Давайте. Итак, раз, два, три. Галочка. Что? Извини. Обедать поднешь? Ой. Вы знаете, вот спасибо огромное. Спасибо. Вы знаете, вы мне очень помогли. Правда? Вот так. Да, честное слово, очень, очень. Еще как. На самом деле. Вот, отлично. Честно, я зайду еще. Пойдем покушаем, Галочка. Пойдем. Пойдем. Осторожно. Доброе утро, амигос. Антония, Антония Васильевна, вам тоже не хворачь. Ты что с этой старухой расшаркиваешься, а? Ой, и ты, Виолочка, здравствуй. Давненько я тебя не видела. Как Кольку с рок-группой отчислили, так ты и не появлялась. Что за Колька? А вам что, завидно, да? Ой, дура ты, Горохова. Как была дурой, так дурой и осталась. Умная. Антония Васильевна, нельзя так. Жень, постой. Что еще? Постой, постой. Письмо тебе от матери. Вот, держи. Спасибо, я побежал. Жень! Беги, беги. Алло. Ангелина Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Нет, я всегда рад поговорить с таким очарователем. Созданием. Только не говорите мне, что вам, как и всем остальным, нужны от меня только деньги. Да, конечно, я помню, что истекает срок кредита. Ну, вы поймите меня правильно. Сразу, как только. Ну, когда, когда? Ну, день, два. Да, спасибо. Да, ну, до свидания, Ангелина Евгеньевна. А, все-таки намылился в звезду Востока? Угу. Там братья Дианы. В нее. Рубашка наизнанку и битым будешь. Ну, ты псих, брат. Ты ищешь проблемы, а меня они сами находят. В каком смысле? Что же делать чернокожий пацан несчастный? Такая реальная подстава случается нечасто. Но если преподний зачет поставит, и документ пзда попросят, и никто не спросит, что я сделал для хип-попа свои годы. Уроды. А, Марс успехи в рэпе делает. А Лукин не хочет зачет ставить нашему чернокожему брату. А он расист? Не расист, просто Роздолбаев не любит. Угу. Я? Не Роздолбаев. Просто в этом году я ни разу не попал в больницу. Ладно, ребят, надеюсь, что после звезды Востока я тоже в нее не попаду. Знаешь, он прогулял все семинары, проходившие в больнице. Удачи тебе и не пуха. К черту. А ты, Марс, пойдешь к Лукину и договоришься. О чем? О других вариантах сдачи зачета. Собирайся. Ту-ту на Одину. Белочка, что ты будешь? Что-нибудь вкусненькое. Такое же вкусненькое, как ты. Например? Возьмите, пожалуйста. Ну, не знаю. Спасибо. Знаешь, я, наверное, и текст буду. Текст? Ну ладно. Девочка! Ты знаешь, нет, то я передумала. Я же от него вот такая стану. В нем знаешь сколько? Двести пятьдесят калорий. Или килокалорий. А чем они отличались, я даже никогда не знала. Ты знаешь? Лил, ты скажи, что ты будешь? Решила? Ну, ну я кекс, наверное, буду. Ладно, прощай обед и ужин. Принеси мне тогда два кекса. Углеводы утро можно? Женечка, и такой маленький кусочек лимона. Хорошо. Привет. Девушка, нам, пожалуйста. Привет, Горохова. Мне, пожалуйста, два кекса, два кофе и один маленький кусочек лимона. Привет. Что? Привет. Ты чего убитый такой? Устал. Устал я. Слушай, скажи, а ты в куклы давно играешь? Я? Да. Ты чего, в ку-ку? А тогда объясни мне, что, что за пластиковая, пластмассовая, это чудо по реке, кукла, делала у нас в комнате. Она мне чуть, чуть девушку не спугнула. Жень, прости. Это мое чудо. Ну, знаешь, для КВН. Реквизит. Нет, тебя все-таки что-то парит. Да у меня проблемы с Виолой. Жень, Жень, ты, Жень, ты главное не расстраивайся. Ну, не у всех все с первого раза получается. Но это со многим бывает. Жень, ну вот взять, например, меня. Ну, хотя нет, со мной такого… Вова! Ни разу не бывало. Профессиональные проблемы, Вова. В каком смысле? Она хочет стать ведущей. Она все уши мне прощущала об этом. Ну, это да. Ну, какая из нее ведущая? В ней же харизмы ноль. Длинные ноги — это же еще не все. Здесь нужен контакт со зрителем, обаяние. Жень, давай вернемся к нашему прежнему разговору. Слушай, может ты меня сделаешь ведущей? Я кого хочешь очарую. Ты сначала Орлову очаруй. Так я уже. Квакуша! С вами Виолетта Горохова и передача «Десять секси». Ну, и где мои хексы? О! 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 Соедините меня с управляющим банком! Ангелина Евгеньевна! Здравствуйте! Это опять я! Ах! Вы мне не верили! А я вам сегодня деньги принесу! Эй, милая! Тогда не заберешь грязную посуду с нового стола? Или тех сегодня для этого нанимали? Значит так, принеси мне коньячко грамм по пятьдесят и кофе! Давай! Слушай, поторапливайся, клиент ждет! Ваш кофе! Ага, спасибо! Подожди, в чем дело? Почему коньяк не дали? Кофе холодный! Резиновый! Искатель замени! Поджигателей нашли по горячим следам! Нет, поджигателей нашли по горячим следам! Мальчики как лучше! На музыкальном канале говорят вот так! Поджигателей нашли по горячим следам! Ну вот, знаете, в новостях мне как-то не нравится! Там у ведущих помада уродская, и зубы у нее кривые! А у меня будет такая помада розовенькая! Такой костюмчик в обтяжечку! Ну, тональный крем там! Ну, ты знаешь, тональный крем — это очень интересно! Ну, понимаешь, мне нужно пойти поучиться! Извини, мне тоже надо! Да подождите! Ты у меня такой ответственный! Ну, может, еще посидим, а? Самая горячая новость часа! Виолетта Горохова стала телезвездой! Ну как, я вам? Не обращай внимания! К нам такие каждый день заходят! Как тут не обращать внимания? Мне кажется, он нарывается! Будет нарываться! Успокоим! Эй, милая! Вы не себя долго ждали? Я холодный кофе пить не буду! Пожалуйста! Все, давай с ним прямо! Ты и крепил ее прямо! Снимай! И ты легкая, смотри, Хочешь не быть грустной, Марселя позови, развеселить, приготовить еду вкусной. Марсель, спасибо, но уже почти все готово, осталось три минутки. А мне не найдется дел. Ради тебя я готов луну, спорки для вас достать, а кастрюлю с неба. Марсель, мне кажется, ты голодная. Хочешь, я тебя угощу? О, да, с красавицей я готов есть угощу, точно. Марсель, зачем пришел? Проблемы захотел, да? Тогда по адресу. Я пришел решить проблему, но вы мне не нужны. Послушайте, Халил, давайте просто поговорим. Я не буду с тобой говорить. Убирайся отсюда, пока морда цела. Я все равно не уйду, пока вы меня не выслушаете. Ну и все, Халил, человек не понимает, сейчас его учить буду. Послушайте, я хочу все объяснить. Диана не виновата в том, что... Закрой свой рот! Эй, парень, ты с кем разговариваешь? Спустили со своих аулов, обслужить как следует не могут. Ваше мнение никто не спрашивает. Ты, парень, молодой еще. Многого не понимаешь. Гнать их надо отсюда, треши. Выпил много, иди домой, дорогой. Приходи потом, потом поговорим. Угу, сейчас. Приду я к вам. Жрите сами свои объедки. А ты, смотри, у них здесь шестерочка, да? Шестерочка. Катись отсюда. Я-то уйду. У тебя, пес, я запомнил. Запомнил, да? Обязательно положи сметанки и размешай. Осторожней, осторожней. Русские называют это кровь с молоком? Да, чтоб вампиры не несли твою тарелку, надо обязательно положить чеснока. Да нет, Марсель, не так. Надо обязательно порезать. Вот, смотри. Вот, вот. Вот, все, хватит. Это, наверное, очень-очень вкусно, но очень сложно. Ты давай, пробуй. Как я люблю твой супчиком. Марсель. Ты откуда такой резкий-то? Из Суворовского училища. Военный, да? А сюда учиться зачем пришел? По мягче стать хочу. Я по поводу Дианы пришел поговорить. Вы с ней тоже помягче, она ведь не виновата. Эй, ты за Диану не говори. Не разговор это. По совести наказали девушку. Понимаете, она не сделала ничего специально, чтобы нас заперли. Приличные девушки в такие ситуации не попадают. Понимаете? Бывает просто истечение обстоятельств. Это... В нашем роду таких обстоятельств не бывает. А ты почему дорогой за нее говоришь, а? А? Специально так делаешь? Мою семью оскорбить хотел? Ладно, спасибо, я пойду. А за Диану не беспокойся. Это наша забота. Нормальный парень, брат. Какой кайф готовить еду с тобой, а кушать еще кайфовее. А может, попробуем еще раз? А, например, вечером, а? Насмотрелся ужастик, а все. Сейчас я тебе покажу. Подожди, стой, стой, сказавка. Придурки, а? Ну так, что ж ты говорил? А, понимаешь, я сегодня хотел это тебе сказать, что... О, Оксан, слушай, у тебя терки нет? Ну что ж ты с буряком-то по общаге ходишь? Себя испачкаешь, других испмашешь. Пойдем быстрее, пойдем покушаем. Не, ну а что, я просто поесть захотел. Ну что, ты сдал зачет? Я работаю над этим. А, значит, опять сдрейфил. Не, чувак. Люкин занят. Так, сейчас идем в универ вместе. Не, чувак, я сам. Хорошо, сам, но только со мной. Галина Григорьевна, вы напряжены. Вам нужно расслабиться. Вы хотите об этом поговорить? Галина Григорьевна, мне нужна ваша помощь. Да, Женечка, вы сядьте, сядьте, сядьте. Ну что такое, почему такая спешка? Сядьте, успокойтесь. Итак, как давно вас это беспокоит? А так получилось, Галина Григорьевна, дело в том, что у меня пробы сегодня. А, и вы боитесь их не пройти, да? Нет, я не боюсь их пробы. То есть я провожу пробы, кастинг телеведущих. Мне нужно, чтобы вы пришли, оказали психологическую поддержку, там, тем, кто не пройдет. Парни будут злиться, девушка будет плакать, и поэтому очень много будет людей, которые с вами захотят поговорить. Это же прекрасно, Жень. Я тоже так считаю. Это прекрасно, спасибо вам большое. Я, конечно же, обязательно приду, приду. Спасибо большое. Не за что, я жду вас. До свидания. До свидания. Ну вот, у нас все и налаживается. Все прекрасно, все хорошо. Людчик, я старался, а Оксана на меня не обращает релаксию. Не обращает внимания, Макс. А, внимание? А, это же Лукин, прикрой меня. Людчик, давай. Ага, симпатичная маечка. Ага, этиловый спирт и рецепт от алкоголизма. Да вы, молодой человек, как истинный мудрец, зная идеи, причину и следствие. Похвально, похвально. Вино для неумеющего пить яд, а для умеющего противояд. Да, именно так я всегда и говорил. Марс, это последний раз. Он ушел. Сейчас же идешь к Лукину и без отчета не возвращаешься. Иди, 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 пойду. Иди. Надежда Евгеньевна, у меня к вам очень-очень важная просьба. Леснянский, вы мне аппетит портите. Вы не могли бы подождать, пока я... Нет, никак не мог. Это очень срочно. Даже не могу себе представить, что может быть важнее, чем мой обид. И я не буду с вами разговаривать, пока не доем свои пирожные. Вы знаете, сидите, Надежда Евгеньевна, но я вам все возмещу, только высусти меня. Леснянский, вы что, обалдели, что ли? Ну, а что делать? Ну, рассказывайте, что у вас? Я провожу кастинг телеведущих, понимаете? И мне нужно, чтобы вы пришли. Обязательно пришли. Ну, а что, без меня никак нельзя справиться? Да мне очень важно, чтобы именно вы пришли, потому что, если бы не вы, меня вообще на телевидении не было. Так, хорошо, что дальше? Вот, понимаете? Если вы придете, только вы можете оценить по достоинству претенденток. Претендентов. Ну, если так, то я приду. Надежда Евгеньевна, вы не представите, как вы мне помогли. Я все. Леснянский, и не забудьте, пожалуйста, что после этих ваших проб на моем столе должна стоять коробка с пирожными. Иначе о карьере телеведущего можете забыть. Все будет, все будет, будет, что будет. Я ему говорю покупать, а он говорит, мне не надо. Я говорю, как не надо. Сегодня не надо, завтра будет надо. Друга подаришь, невестке подаришь, маме пошлешь. Чего? Там люкень. Какой люкень? Я ему говорю ящик покупать. Вся семя рада будет толком. Бабушка Мбени, наверное, сегодня покляляла своего внука. Что? Что бы он меня не видел, не советил. О чем ты говорил? А вот и мой блудный студент. А я все ждал вас в лаборатории, доктор Мбени. Ну, что будем делать с вашим зачетом? Ведь вы собираетесь получить зачет. Я-то собираюсь, очень собираюсь. Да, я вижу в вас неподдельное стремление к знаниям. Что ж, тогда жду вас через час в лаборатории. Сначала занятие, потом зачет, как говорят в таких случаях. Думаю, решим все проблемы, а? Он выкидывал я мусор и отходил, а там стоял мужик и я очень испугался. А у Беллы Рудольфовны из 54-й квартиры сломался телевизор. Пустила я ее к себе сериал смотреть, а этих сериалов оказывается столько, что она теперь с утра до ночи заседает перед моим телевизором. Приятная она женщина, но спасу, спасу от нее нет. Да, спасу, спасу от нее нет, это точно. А клубничка у нас уже давно поспела, так что приезжай, Женечка, ждем. О, что я вижу, доктор Мбене наконец-то почтил нас своим присутствием. Надевайте халат, доктор, как говорят в таких случаях. Сегодня предметом нашего изучения будет кровь и кровеносная система. Кровь — это основа жизни. Кровь во всех стихах всех эпох и народов была волнующей рифмой к слову «любовь». Я-моё! Осторожно, профессор, не поскользнитесь! Ничего, ничего. Аккуратнее. Сейчас я поднимусь и продолжим занятия. Доктор Мбене, куда же вы? Как же вы будете сдавать сессию? А вот и я. Пробом готова. Привет. Проходи. Слушай, а что тут так жёстко? Тут целлюлита, что ли, не было? Не знаю. Сиди как есть. С вами Виолетта Горохова. А, ещё не начали. Пупсик, а когда начнём? Тут так жёстко. Можно я лучше стоя? Конечно, можно. Конечно. Поехали. Давай. Привет, Марсель. А ты чего такой замученный? А всё потому, что я шёл к тебе с конца другого света. Ты не хочешь со мной в кино? Марсель, ты меня в кино приглашаешь? Да, на лучший сеанс. Ну, я не знаю. Отлично. Когда зайти за тобой? Доктор Мбене, куда же вы убежали, как говорят в таких случаях? Если вы хотите получить у меня зачёт, вам необходимо присутствовать на занятиях. Марсель! Марсель! Марсель, что с тобой? Марсель! Александр Николаевич, ну сделайте что-нибудь. Вы же врач. Александр Николаевич! Всё будет хорошо. Девушка, я не хочу об этом говорить. Ребята! Нет, нет, у нас всё в порядке. Молодой человек. Молодой человек, извините, пожалуйста. Ой, я пойду лучше, мне это не нужно. Я хотела спросить, как пройти на телестудию? Мне подскажутся? А, телестудию? Это прямо по коридору, а потом повернуть налево. А, спасибо. Я вижу, вы в трестном состоянии. Я обязательно вами займусь. Просто я сейчас пишу, я позже обязательно вами займусь. Спасибо большое. С вами была Горохова Виолетта. Вы все такие суперские, самые классные, самые любимые мои зрители. Вернее, телезрители. Всё уже. А можно я ещё привет передам? А, я передаю привет мамочке, Светке Бабылёвой, Аленке Ивановой и Лиске. А, вернее, Лиске не хочу. А, я всех вас люблю. И ещё хочу пожелать хорошо сдать сессию, совет девчонкам. Короткие юбки, яркий макияж и пятёрка у вас в кармане. Или декольте. А, Надежда Евгеньевна, здрасте. А я вот тут пробуюсь, вот. Знаете, Виола, я боюсь, вы не сможете совмещать работу старосты с работой телеведущей. Опа. А, почему? Ну, давайте найдём другую старосту. Я знаю, Юляшка Кудрявцева не против. Никаких Юляшек. Мы не можем потерять такую старосту, как вы, Виола. Если собирать деньги на проездные этапары ещё способны, то читать университетские новости только через мой труп. Всё, сворачивайте ваши пробы, ведущим будет Квакуша. Как Квакуша? А, как же я? Виола! Виолетта! Значит, Квакуша, да? Квакуша-то Квакуша. Виолочка, что случилось? Я хотела на телевидении, а не Квакушу. А я не хочу быть старостой. Женя же обещал. Тихо-тихо. Не стоит так расстраиваться, Виолочка. Мы сейчас обо всём с вами поговорим. Да, моя дорогая? Ну, тихо-тихо-тихо-тихо. Всё будет хорошо. Пойдёмте. Пойдёмте. Всё будет хорошо. Деточка. Ну, у вас же стресс. Ну, зачем же вы себя так изводите? Нельзя-то. Пойдёмте. Пойдёмте. Всё будет хорошо. Марсель! Марсель! Привет! Марсель! Ну, что? Всё улажено? Я ведущий? Как ни странно, так и да. Правда, что сделать с Фиолой, я не знаю. Ну, а что тут сделать? Ну, ты же не можешь повлиять на решение деканата. Вот только объясни ей это, а то она же не поймёт. А если это не сработает, скажи, временные меры. Ну, короче, не парься. Ладно. Хватит болтать. Будем работать. А то! Алло, пап. Привет. Привет передавай. Тебе привет. У меня всё супер, да. Я тут устроился телеведущим, теперь стал уважаемым человеком. Да? Да! Пап, ну ты чё? Ну, какая агаповка, пап? Пап, ну у меня тут карьера, дела. Сегодня? Ну, пап, ну... Ладно. Понял. Пока. Чё, 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 чё? Не везёт тебе с ведущим. Сваливаю я в агаповку сегодня. Семейный бизнес. Батя, за обучение откажется платить, если не приеду. Виолочка, детка, ну, если вы не раскрепоститесь, вы поймите, вы не сможете пройти кастинг. Вам нужно раскрепоститься. Виолочка, понимаете? Итак, Виола, мы успокаиваемся и раскрепощаемся. Раскрепощаемся. Раскрепощаемся, Виола. Молодец. Раскрепощаемся. 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 Что не идёшь вообще? Спать здесь будешь, что ли? Мудрый Амар видит. У Марселя беда. Судьба не улюбнулась Марселю. Нет зачёта. Тема такая, прикинь? Чувак, Умар, один проблемы. Куда ни плюм, сплошные теоремы. Моя девчонка знать меня не хочет. Говорит, страшно со мной ночью. Всё, потому что чёрный очень. Магазин, а ещё Люкин. Зачёт не ставит ни в какую. Бедному чёрному божеому браза всеми брошен на произвол судьбы. Ну как? Честно? Это не продажа. Марсель, Марсель, Марсель. Ну, 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 don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry. Всё будет окей, это я тебе гарантирую. Вот сейчас мы пойдём в магазин, да? А я тебе там дело хорошее. Товар переберём, перепишем. Всё. Аллах тебе вознаградит, yes? О, вот и мой впечатлительный доктор. Ну? Милейш, вы хотите получить зачёт? Ещё бы. Вот и прекрасно. Тогда у меня к вам деловое предложение, как говорят в таких случаях. Да, деловых предложений я мастер. Не, знаете ли, очень нужно к утру допечатать одну статью. Но у меня совершенно нет времени. Ну так вот, вы поможете мне, а я помогу вам. Зачёт там. Это там есть проблем? Ну, тогда пойдёмте в лабораторию. Я вам дам текст. И пока вы его печатаете, наверняка чему-нибудь научитесь. Так что всё по-честному. Надежда Евгеньевна! Надежда Евгеньевна, мне нужно с вами срочно поговорить. Что за день такой? Всем нужно срочно со мной поговорить. Что за срочно? Надежда Евгеньевна, вы знаете, я боюсь, что мне на время придётся прервать учебный процесс. Это очень важно. Меня папа вызывает в Агаповку на переговоры с Австралией. Переговоры Агаповки с Австралией. Очень достоверно. А что вы там будете делать? Надежда Евгеньевна, вы что, не верите? Да у моего папы такие бизнес-схемы в голове. Он с Антарктидой может телемосты устраивать. Вы знаете, но он уговаривать не умеет. А у меня же специальность какая? Международные отношения. Вот я и буду, так сказать, переговоры вести с Австралией. Хорошо. А чем же вы в случае успеха будете заниматься? Как чем? Страусов разводить. Вы знаете, Надежда Евгеньевна, вот в Подмосковье уже есть одна ферма по разведению страусов. А в Агаповке мы несколько построим. Вы знаете, какое это перспективное дело? А ваш папа сам не справится? Да сам-то он может быть и справится, но со страусами справится. А с австралийцами не уверен. Отпустите. Я, конечно, очень уважаю дело вашего папы, но как же сессия? Ну, Надежда Евгеньевна, так я же всего на недельку отпрашиваюсь. Хорошо, я вас отпущу. Но с одним условием. Я весь в внимании. Так, если вы напишите мне курсовую, напишите мне курсовую, а как вы с папой австралийцев разводили. Да нет проблем, Надежда Евгеньевна. Дерзайте. Надежда Евгеньевна, а как вам вот такая тема? Австралийский страус и его роль в международных отношениях. Замечательно. Дерзайте. Дайвинг. Продолжение следует... Дайвинг. Дайвинг. Ну, как твой важный-важный разговор? С переменным успехом. Знаешь, сначала побить хотели, а потом сменили гнев на милость. Так, значит, все хорошо? Да не совсем. Ты знаешь, мне-то они поверили, а вот теперь во всем Диану винят. Слушай, а если они ее к отцу отправят и заставят университет бросить? Посмотрим. Время всего летит. Б-б-б-б, чтоб тебя скрутило. А нашел. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Чувак, а что за буков? Буков С. Спасибо, брат. Эй, Личин, где найти буков С на клаве, а? Вторая, в верхнем ряду. Тут только циферки, чувак. Не за циферик. А, нашел. Бацилла, бацилла, бацилла. Слушай, ты можешь про себя читать? Я про себя не могу. Про бацилла могу. Чтоб тебя слон растоптал, а? Сама ты, бацилла. Слезай с компа, я сам все тебе набил. Вел, слушай, прости, что так получилось с пробами. Просто мне кажется, Орлова, она не поняла, какая ты, какая ты талантливая. Да я и не переживаю. Серьезно? Слушай, а может быть, она просто, она просто тебе завидует? И потом, Квакуша, Квакуша, он будет ведущим недолго, и, а потом я с этой Орловой разберусь. Не надо. Я сама была во всем виновата. Вела себя, как турочка закомплексованная. Турочка закомплексованная? Ну да, мне это Дворина объяснила. Но теперь я знаю, как мне нужно себя вести. Я же раскрепостилась. Я хочу попробоваться еще раз. Ты серьезно это говоришь? Да, и прямо сейчас. Туда. Да, так что, покидаю я общагу. Скучать, конечно, буду, но дела. Какие такие дела у тебя? Ну как какие? Какие? В Австралию еду, по батиным делам. У него же бизнес развивается. Он теперь еще страусов будет разводить. Что ты говоришь? Да, да, представляешь? А ведь это же очень выгодное дело, потому что шерсть, страусиное молоко, эксклюзивный товар. Дорогой. Ну уж, конечно, не дешевый, а главное редкий. Вот ты представляешь, там в Австралии заказ на него за полгода делают. Например, перед Новым годом заказывают пол-литра страусиного молока. И потом под елочкой всей семьей его сидят, седят. И лучшего подарка им не надо. Квакуш, по сессии ты как разобрался? Да как? Элементарно. Ну, если мировой бестселлер про приключения русского парня в Австралии не напишу, то курсовую про страусов точно. Вот, а вы учитесь, учитесь. На мой счет запиши. Окей, и как в прошлый раз, да? Да, да, да. Ой, еды бы какую-нибудь, конечно, в дорожку. А чего, пожалуйста, конечно. Тебе много теперь нужно, да, еды, вот, дорогу, все, дорога дальняя, окей, хорошо. Сейчас мы вот тебе, тебе это самое, вот-вот. Отлично. Отлично. Сгущенка. Тьф, а корм-то мне кошачий зачем? Как зачем тебе корм? Ты же едешь куда? Ты едешь к кенгуру, там кенгуру живет, правильно? Значит, ты их будешь кормить. Откуда ты знаешь, что кенгуру любят кошачий корм? Все любят кошачий корм. Кенгуру тем более. Им же куча надо, тебе вот ты кушаешь, кушаешь. И он будет кушать, бери. Амар, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, ах, жалко расставаться. Ну, дела. Слушай, а ты возьми, знаешь, ты меня сфотографируй, и ты будешь помнить обо мне. Вот, купи фотоаппарат, он совсем недорогой. Купишь? Спасибо, пока. Давай, давай. Так что, арибут, абитуриентов, заполняющих экзаменационные листы, с каждым годом становится все больше. Короче, наш вуз МУ – самый крутой вуз в мире. Поступайте к нам в МУ. И тогда мы увидимся с вами завтра. А может быть, сегодня, но чуть позже. И послезавтра. И после-послезавтра. А сейчас я попробую убедить моего Женечку. Штун встречается с самой настоящей телезвездой. КОНЕЦ КОНЕЦ Мир, дружба, жвачка, крутая тачка.